всем привет сегодня снова о нашей земле какова она на самом деле вопрос еще открыт и до конца не изучен поэтому вторение мать учения и что-то новое карта глиссона 1892 год показывает нам совсем другую землю и совсем другой вид все материки расположены внутри круга место антарктиды мы наблюдаем ледяной барьер это перемещение солнца и луны новый стандарт карты мира глиссон есть еще вот такая карта называется она новая исправленная карта плоской поверхности стационарной земли 1920 год бостон похоже сразу и на какие-то на например мандалу или на инь-янь или просто на какой-то чертеж геометрический но это как вот написано карта стационарной плоской земли поделенная на некоторые сектора написано южный круг лед то есть есть некий южный круг а есть круг льда также здесь известные нам названия азия русия стороны света сирия север европа гренландия северная америка отмечены числа по градусам кстати и аляска тоже тут почему-то отмечены лишь эти места больше здесь мы как видим ничего нет видим самые важные какие-то ключевые точки указывающие на некое деление а делится здесь на 6 секторов получается такая звездочка или даже снежинка принципе мы все эти фракталы знаем и тут по этому фракталу все и делится карта глиссона имеет еще несколько дополнений вот с этой стороны и это видимо дополнение потому что написано 23 мая 1893 года дополнение уточнение по часовым поясам и две линейки интересно на что же похоже вот эта фигура и вообще само изображение а также на что похоже вот эта фигура она такая же почти как и предыдущая но отличается большими делениями это область солнца но здесь в области луны напоминает эта фигура астролябий астролябий это прибор ориентировки на море а также я думаю что скорее всего и на воздушном транспорте здесь мы видим довольно сложную систему много делений много шкал несколько сфер пересекающихся с друг другом но это по сути дела такая же карта глиссона а также это подходит и для авианавигации но это астролябий для кого для астронавигаторов и перемещаются они не по воздуху не по воде не по земле это для мгновенного перемещения из точки а точку б перед вами простейший прибор их было множество скорее всего они были упрощенные или более сложные или целые механизмы по перемещению по таким прибором телепортировались из одной точки земли другую принципе даже удобно помню то что мы с вами уже до этого изучали фото земли 1972 год утверждается что это снимок 1972 года но почему здесь земля совсем другая не та которую нам показывают в космическом пространстве сейчас даже типа того что есть прямые трансляции с мкс а здесь мы видим совсем совсем все другое и что за область закрыта правом верхнем углу земля здесь выглядит ровным счетом так же как на карте глиссона и как на многих других картах стационарной узкой земли ледяная стена тут даже 200 это я так понимаю облака и материки так что же это перед нами написано что это снимок 1972 года из космоса а что же тогда такой космос если он нам показывает немного другую картину более четко изображение но я тут обнаружил некоторые особенности которых я раньше не замечал например присутствуют некие круглые объекты во многих местах они здесь как бы как и наблюдатели также здесь есть интересные места в этой части словно здесь гигантские строения и приближение действительно какие-то здесь непонятные гигантские сооружения если нам говорят что это снимок можно в это поверить но других таких казалось бы нет думаете это правда оказывается есть написано вы можете видеть землю за ледяной стеной отмеченная ледяная стена и что располагается дальше за ней казалось бы что это вся наша земля она оканчивается северным полюсом южным где антарктида и типа все но я считаю что это тоже один из снимков мы видим такую же примерно картину как на карте глиссона интересный момент за нашим кругом можно увидеть еще что-то похожее круглое а вот дальше уже непонятно получается есть еще фото не берусь утверждать но это очень похоже на снимок 1972 года есть множество каких-то непонятных карт наблюдаем совсем другую землю однако также видно похожие по строению по вот этим вот меридианом если на карте глиссона вокруг нашего мира ледяная стена если же обратиться к планисфере урбана манты 1587 года то здесь мы наблюдаем совсем другую картину кто не был на стриме тот сейчас узнает о чем я говорю в 16 веке та же самая земля выглядит полностью без льда и без ледяной стены и тут мы можем узнать а что же скрывается за ледяным барьером кто там живет какие-то миры построена она также центр здесь гиперборея роза ветров очень существенная особенность этой карты что помимо экватора даже красным отмечен у нас есть еще один круг где мы наблюдаем не одно солнце а сразу несколько вот солнце вот солнце вот солнце тут еще одно солнце третье солнце четвертое может быть их тут и больше теперь такой вывод если тут не одно солнце а сразу несколько может быть поэтому здесь все теплое нет никакого льда нет никакой зимы мало того тут еще и такие красные зоны потому что видимо было очень жарко везде было тепло а где-то даже очень тем не менее не думайте что это какие-то опасные зоны если мы приблизим то увидим что и там живут и там растения животные птицы если мы обратимся к обратной стороне карты то вот в этой части где соединяется южная америка напрямую соединяется вот с этим таким длинным континентом вокруг всего этого мира то мы здесь увидим вот что звери какие-то страусы гигантские птицы птица рух зайчики или кролики наверное именно от них была построена стена в австралии считается что австралия это отдельный континент но на этой карте вы австралию не найдете зато здесь множество чудесных птиц зверей которые общепринято считаются мифическими но здесь они настоящие и эта карта никогда не была названа мифической а вот и птица рух которая несет слона вернее даже гигантского слона как будто это какая-то собачка морские животные морские животные с которыми резвятся русалы милюзины написано терра дель фэго огненная земля но почему на ней все растет и деревья и животные и животные есть и они не все красные например вот этот странный кузнечик гигантский исполинский он зеленый эта птичка красная зайчик красный они здесь хорошо себя чувствуют так же как и в воде которые тоже хорошо себя чувствуют то же самое название терра дель фэго птички узочки совы и снова зайчики значит тут им было хорошо значит на этой карте 16 века можно увидеть что же находится за ледяным барьером тогда это был целый мир он был вместе с нашим а теперь это отдельный мир отделенный от нас по какой-то причине а по какой вот это уже другой вопрос что случилось после 16 века что в конце 19 на карте глиссона мы видим совсем совсем другой мир сильно отличаются ледяным барьером это спрашивают а что же находится за ледяным барьером какие земли кто там живет кто там обитает на этот вопрос мы видим ответ именно в этой карте 16 века плане сфера урбана манте насколько это правда тут уже сложно судить но она есть это факт это материальное доказательство и мы можем делать какие-то выводы а уж верить кому-то или нет это дело каждого в конце концов каждый решает что изучать и во что верить но тут даже не то что вопрос веры вопрос факта перед нами фактический документ материальный то есть эта карта есть на самом деле ее никто не сейчас нарисовал она была уже и уже давно ее изучают даже на наших материках горячие земли огненные зеленые земли и даже что-то похожее на пустыню или саванну но получается совсем-совсем в другом виде я немножко ошибся это африка а вот материк как бы как будто один но немного дробленные на всякие мелкие эту карту можно изучать бесконечно здесь много интересного здесь много информации также можно бесконечно изучать те карты которые я показал до этого и 1920 года и 1892 и 1972 но есть и другие карты и даже фотографии но об этом потом но если вам понравилось то подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии также заходите на телеграм-канал там есть чат для общения подписывайтесь общайтесь находите общие интересы там очень всегда интересно остаемся на связи и подписывайтесь на канал